В этом видео присутствуют скримеры. Не нужно бояться. Давайте знакомиться. В принципе, я такое люблю. И как бы это круто. Отлично. Теперь мы поедем по грунтовой дороге. Так. Вроде нормально слышно. Ай, черт! Святой, святой черт! Что это было? Блядь, чертов олень! Вот про оленят... Оленята! Не нужно так делать. Оленята — это святые животные. Мы их трогать не можем. В принципе, как и бобров. Поэтому нормально. Куда, черт возьми, ведет меня эта навигация? Кто здесь живет? Мы играем за парня, доставщика пиццы. Доставщик пиццы должен отправиться на свой заказ. Надеюсь, что не последний. В какие-то ебеня, где, собственно, мы и повстречаем Олесу и ее кукольный домик. Вроде бы нормально. Вроде бы все шики-дрыки. Чики-бики-бобоны. Что там такое? А, все нормально. Что-то пропикали часы. Я думаю, что за херня вообще происходит? Неужели я просрочил доставку? Вроде бы нет. Итак, смотри. 17-я Майнстрит. Что бы мне провалиться? Если я хоть еще раз оставлю заказ открытым в такой час. Так, ладно. А, пахну я... О, хорошо. Ни хрена себе. Слушай. Ладно, пофиг. Дом мы уже видели. Во всех играх про призраков такие дома. Здесь качели. Прямо дома качели. Ни хрена себе. Да ты что, ты смотри какая ты самая. Ладно, тут еще приятный графон как бы завезли. Что немаловажно. Тачка смотрится прям красиво. Может, ее на превьюшку взять? Я подумаю. Я обязательно над этим подумаю. О, не, ну слушайте. Они решили, короче, чисто пройтись по всем аспектам, которые я люблю в подобных играх. Посмотри, какая тень. Ты посмотри, какая тень у чувака. Как будто реально кто-то идет. Я радуюсь таким мелочам, потому что в подобных играх ты встречаешь это крайне редко. Я надеюсь, что весь потенциал разработчика не ушел только на тени, на машину и на качельки возле дома. Так. Миссис Уилсон, ваш заказ готов. Есть кто-нибудь дома? Мне кажется, что тиховато, нет? Ну, если что, давай я тебе один раз покажу, чтобы потом вопросов просто не было. Вот, звук на 100%. Максимум того, что я могу, я отсюда выжму, конечно. Но посмотрим. Итак, мы заходим в дом. Это что за бэйби-туалет? Или я очень большой? Или туалет очень маленький? Может быть, это туалет для кукол Олессы? Олесса сразу ассоциируется с Сайлент-Хиллом. Понимаешь? Я в раю или что? Похоже, сегодня мой счастливый день. Ох, блин. Сколько стоила эта пицца? Чел, это плохо. Чужое брать нельзя. Мы зашли в незнакомый дом, где никого нет. Нас никто не встречает. Здесь лежат бабки. Судя по фильмам, мы знаем, что в такой чемодан помещается точно миллион долларов. Там еще и скруточки, и все как бы такое вот, как бы плохо намекающее. Это грех, чувак, брать чужое. Лучше не надо. Но нас это не оставляет. Мы можем еще немножечко поржать над маленьким детским туалетом, или, может быть, просто сама хозяйка дома небольшая. Ну, это смотрится забавно, конечно. Это смотрится прекрасно. Ладно, мы взяли денежки и валим отсюда. Ах, греб! Зачем ты забрал? Не надо было. Ты зачем спокусился на мои бабки? Итак. Я так понимаю, что теперь курьер отсюда не уйдет. Что, блядь, произошло? Вот и я хотел бы тебя спросить, какого хрена? Вот, кстати, можете написать в комментариях. Вы бы взяли бабки, если бы вы были на месте курьера. На столе лежит чемодан. А там доллары, купюры, старые, новые, неважно. Вы можете их взять и уехать, и больше вам не нужно будет развозить пиццу. Вы сможете заняться чем-то своим. Если, конечно, вы сможете отсюда выбраться. Это самый важный момент, который надо учитывать. Итак. Ну, пойдем посмотрим, что тут у нас. Ой, зато с деньгами. Так. Ну, вроде, что это? Наконец-то я освоился. Особняк замечательный. Именно такой, каким я его себе представляла. Смех детей наполняет эти комнаты уютом и радостью. Должен быть какой-то выход, где-то что-то куда-то. Ты что ж такое? Так, тут все в порядке. А вот, походу, какие-то страшные куклы там есть. Так, унитазик, ты пока нам не пригодишься. Были, конечно, скримеры, были какие-то страшные моменты, но... Надо идти дальше. Я не хочу пока туда идти. Давай осмотримся. Какие двери открыты? Там какая-то женщина стоит. Или это кукла такая? Так, подожди. Они решили, что мы идем ва-банк. Мы открываем тебе все возможные проходы. Хочешь сюда, хочешь туда. Бля. Это напомнило немножко ту игру про кукол. Помнишь, Долл Импостер, который я записывал? Но там куклы были маленькие. Так, так что, идем туда? Или вот тут еще какая-то дверестая? Очень темно. В игре реально темно и плохо видно. Привет. А, не надо. Нет, спокойно. Не бьют? Насилуют? Нет? Что? А, она убежала и включила свет. Спасибо тебе, дорогая. Так, Элизавета Батори. Особенности странно, но эта марионетка может двигаться только тогда, когда на нее не направлен прямой взгляд. Как только человек смотрит на марионетку, она замирает. Но как только взгляд отводится, она движется тихо и быстро, приближаясь к своей жертве. Таким образом, она может незаметно достичь цели и совершить убийство. Так, Элизавета Батори считается одной из самых известных женщин, серийных убийц в истории. Говорят, что она похищала и мучила... Да с... А, это в игре, блядь. Нихуя себе звук. Молодых девушек купалась в их крови. Тут идет описание ее... Ее описание. Структура марионетки деревянное лицо, отражающее холодную и жестокую красоту Элизаветы Батори. Или Батори. Синие стеклянные глаза, волосы, короткий волнистый парик из черных волос. Она убивала без раздумий. Так, но она убивала в основном женщин. А мы же типа за парней играем, да? Или мы за девушку играем? По-моему, там мужик был, если я не ошибаюсь. Так. Я решил устроить в поместье медицинский центр. Раненых будут лечить сразу, и мы сможем продолжать раскопки. Так, подожди. Там была еще одна комната. И там была, видимо, марионетка. Это побольше кукла. Так. Это наша гостинка. Вот сюда вот я и хотел зайти. Привет. Что? Бля, не надо. Нет, пожалуй... Блядь, она исчезла, я только отвлекся. Когда увидите эту марионетку, Амелию Блэквуд, не двигайтесь, пока она не исчезнет. Любой шаг может привести к тому, что марионетка сломает шею в жертве. Массовое убийство. Амелия Блэквуд, лидер культа, убедила своих последователей совершить массовое самоубийство. Сотни людей погибли, следуя словам Блэквуд. Короче, я как понял, эти марионетки это типа прототипы. Типа прототипы. Реальных убийц, маньяков, маньячел. И женщина, которая здесь жила, явно с головой не очень дружила. То есть она воссоздала тупо всех этих маньячел в виде кукол. Так, у меня есть фонарик. Бля, тут как-то атмосферно, слышите. Я не знаю, сколько идет по продолжительности игра, но я уже хочу, чтобы она не заканчивалась. Потому что она как-то очень добротно сделана. Прям сильно. Привет. Это хомяк, медведь. Ты кто такой красивый? Кто такой страшный сидит у нас там? Ла... И что? Так, ладно. Как минимум, уже две куклы-убийцы хотят меня убить. До меня дошли слухи, что здесь есть старый храм. Там есть волшебная книга. Может быть, и в ней есть что-то для меня. Было бы, конечно, хорошо, если бы там так было. А, значит, смотри. Тут отпечаточек. Нас он мало интересует. Давай просто пройдем дальше. Можно я тебя выключу нахрен? Watch me. Посмотри меня. Спасибо, блядь. Так, тихо. Спокойно. Спокойно. Маленький туалет теперь еще более прекрасен. Что это у нас такое? Шкатулка джестера. Так, а где смотреть? Тот-то телек тут видел? Я телевизор не видел, но тут была еще одна проходка. Сейчас пойдем посмотрим. Так. Заходим. О, а вот и телевизор. Ну, давай, наверное, с этой комнаты, в принципе, и начнем наше блуждание. Так, телевизор-то есть, а видеопроигрывателя здесь нет. Поэтому придется выпускать еще один диктофон. Дела идут не очень хорошо. Рабочие продолжают получать травмы. Раскопки застопорились. Я должен найти решение. А дело в том, что там говорит женский голос, насколько я понимаю, слышу. Но почему-то здесь переводится, как будто это мужчина. Так. Ладно. Это не сильно критично. Главное, что идет запись. Если запись идет, значит, все хорошо. Тут закрыто. Тут закрыто. Надо пойти поискать, может, какие-то есть еще вещи. По крайней мере, есть две комнаты, куда я еще не ходил. Наверняка что-то может быть интересное. Да, здесь, конечно, видно наработки из Юнити, но вроде как над интерьером и над прочим здесь неплохо так поприкалывались. Вот это прикольная кукла Вуду. Жалко, что такой фазминет. Будем смотреть на себя красиво. Так, я уже боюсь, блядь, там никто не сидит. Туалет! Маленький туалет нас преследует! Ну, хорошо, тут есть папа туалет, дети туалеты. Привет, я папа туалет. Если у тебя нет никаких бед, сядь на папу туалет. Что упало где-то. Ну да, с такими песнями нас могут, конечно, выпарать. Если папа туалет, если мама туалет, нет никаких проблем тут нет. О, я нашел, где мы кассету посмотрим. Вот это нормально. Что у нас здесь? А куда делись куклы, я вот что-то боюсь. О, привет! Подожди, голова твоя говяжья. Этот чудик был развернут туда, когда мы там были. Прикольно. Так много прикольных разных личностей в этой игре. Даже не знаешь, кого взять на превью. Кто готов, кто не готов. Так, посмотри, меня было сказано. Ну, давай посмотрим. Это все еще кажется невероятным. Моя первая кукла. Моя идеальная кукла готова. Она немного застенчива. Мне нравится ее улыбка. Единственная проблема, она не любит, когда на нее смотрят. Когда она двигается. Но у каждой красоты есть свои недостатки. Это считается за куклу? Ну, типа, как бы кукла животного, может быть. Или кукла только человеческая должна быть. Что это было? Я кого-то слышал. Блядь. Я кого-то слышал только что. Ладно. А у меня же две кассеты, да? Или одна? Одна вроде была. Так, тут закрыто. Ладно. Пузан, я пойду. Все, пиздец. Началось. 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 Чина-чинелось. Я не знаю. Так, подожди. Первую, которую мы нашли, вот эта девочка, она получается как манекен из леталочки. Да? Как из Сипи из-за Сипи. Пошла ты нахер, бля. Со своими песнями. Don't look away. Nina is here. Так, Нина, короче, меня присл... Бля. Нинуся. Дорогая моя. Отсюда я ходю, отсюда выйду, конечно. Ой, Нинусик. Спокойно. Спокойно, Нинусик. Спокойно. Все нормально. Дядюшка Брейн выйдет, тебя трогать не будет. Я побежал. Нинуся. А, так ты исчезаешь. Хорошо. Исчезай дальше. Нинусь. Давай, не надо. Не понял. Владимир Петров. После выбора жертвы эта марионетка внезапно появляется и неустанно преследует и убивает. Ее внешний вид и движение чрезвычайно пугающее и угрожающее. После выбора жертвы внезапно появляется и преследует. Серийный убийца Владимир Петров был серийным убийцей. Да, логика железная. Известный как Ночной мясник, который выслеживал своих жертв на улицах и жестоко их убивал. Так. Дерево, кожа и шарики. Шарики взяты у Владимира Петрова. Не знаю, какие шарики они там взяли у него, но, бля, не завидую я ему. Очень высокий уровень опасности смертель. Эй, я аж читаю записку, мать. Не выделывайся. Так. Ох ты, бля, мать. Ты охренела, что ли? Дурно это создание, бля. А когда я буду, по-твоему, читать это все дело? Сейчас заново все будет, да? Или там какой-то сейв был? Я очень надеюсь, что там был какой-то сейв. Ага. Все, поехали. Фонарик? Ох, спасибо. Так, а что это такое лежит? А, это подорожник? Нет, это не подорожник. Подожди. Такая хрень росла, я помню, в каждом дворе раньше. Так, идем отсюда. Привет. Очень смешно, блядь. Так, ладно, она исчезла. Это хорошо. Мы продвигаемся, идем дальше. Тихо, тут Владимир Петров сидит. Еще раз быстро прочитываем про Владимира Петрова. Очень высокий механизм появления выбора жертвы неизвестны. То есть он кого хочет, того выбирает. Ты Владимир Петров? Диана, блядь, хихика и дура, ты тупая. Тихо, тихо. А, а! Ух, блядь! Тихо, спокойно, бояться. Открой, открой! Саново бич. Ну что я тебе сделал? Блин. Что ей надо от меня? Я понимаю, что типа на нее надо все время смотреть. Но какой будет геймплей, если ты будешь все время на нее смотреть? Так, малая, подожди. Свет. Фонарик. Вот. Отлично. Я пока ее... Бля. Боже, дура, ты же так не пугай сильно. Смотри, какая она. Она типа, ну, чтоб ты не светил. Так. Ну, через какое-то время она пропадает. Лучше так близко к ней подходить, конечно. Ну, блин, я ж не могу теперь... А, все, она исчезла. Отлично. Какое-то время ты на нее посмотрел, она пропала, и как бы все нормально. Тут я был, тут я был. Большой холл. Большой холл. Закрыто. Так, а может быть вернуться к той большой, там, где машина была, в ту комнату? Кто-то дверь открыл. Кто-то дверь открыл только что. Так. Ладно, я услышу. В любом раскладе, когда они появятся, я их, наверное, услышу. Что здесь? Я был здесь? Это кухня. Я на кухне не был. Don't look away. Да я понял, что на нее смотреть надо. Но пока ее нет, надо быть на стрёме. Так, что-то можно взять, тут закрыто. Торшер какой-то, свет. Где она, блядь? Сука, где-то прячется. Так, надо в угол забиться, короче, и полить. Почему, когда я присаживаюсь, он фонарик выключает? Что за бред? Так, внимательно. Вот она где. Вот, сейчас мы ее немножко посветим. Чуть-чуть. И она, по идее, пропадет. Я могу присесть, она меня, типа, не словит, как бы. Я же по факту-то смотрю на нее. Давай, малая. Там еще что-то где-то упало, открылось. Пропадай давай. Вот. Я понял, как с тобой бороться. Можно попы... А, вот мы вернулись на это место, где бы фонарик взяли. Это я вернулся обратно. Так, куда идти, получается? Тут есть пара закрытых комнат, но... Толку-то... Так, какое-то пугало. Типа страшное. Но оно вроде нас особо... Не пугает нормально. Так. Пока ничего такого не вижу. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Кто-то идет. Я чьи-то шаги слышал? Так, родительская спальня. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно. Спокойно. Так, все. Ах ты ж. Свет не должен оставаться выключенным. Так у меня он всегда горел. У меня же всегда горел свет. Какого хрена вы меня все время убиваете, долбаные куклы, блядь? Это, видимо, месяц за то, что я взял вот эти бабки, видимо. Но в руках-то у меня их нет. Так, теперь он смотрит в обратную сторону. Видишь, в чем прикол? Что там у нас? Он не любит темноту. Я понял. Я понял, что все куклы здесь не любят темноту. Привет, ты не любишь темноту? Включи свет. Вот. Свет работает. Так, ну, с тобой-то понятно. Вот она вырубает. А, она его вырубает, чтобы тот согрелся. Ёп твою мать. Вот хитрая мандолина, да? Вот он развернулся. Так. Светик горит. Давай еще раз. Просто будем осматривать комнаты, потому что... Потому что так надо. Может, что-то полезное найдем? Так, теперь мне надо... Не сюда. Не надо вот это вот ля-лякать. Так, вот этот придурок тоже довольно стрёмный. Да не читай ты, я свет хотел включить. Тихо. Вот она появилась. Так, значит, его надо из виду не выпускать. Как-то. И надо сделать так, чтобы она еще исчезла. Но я могу ее ближе подпустить, будет проще. Что делаешь, Алова? Что она показывает? Что делаешь? Так, ладно. Стоим. И ждем, пока она пропадет. Ой-ой-ой. Бля. Свет. Надо включить свет. Так, ладно. Этот хрен тоже сейчас пропадет. Тут осторожно. Тут закрыто. Тут даже не открывается. Раскопки начались. Не могу дождаться, когда найду храм. Вот, мы сделали круг. Так, а смысл? Смысл от этого круга? Бля, двери позакрывали. Подожди, я пока не очень понимаю концепцию того, что мы должны вообще тут делать. Да, есть какие-то стремные куклы. Но я не вижу больше проходов, куда бы я мог попасть. Вот эта дверь закрыта. Нет, как... Тихо, тихо, тихо. Не надо свет вырубать! Тура, блядь. Там медвежонок разове, это самое, расстроится. Ну ее же там не было. Вы завершили первый час. Тот, кто отводит глаза. То есть это типа Five Nights? А тут надо просто ходить и держаться от кукол? А-а-а. Ну да, на первом часу появляется только Нина, или как там ее звали? Мы ее тут на кухне... Кухне нашли. Кто-то пробежался, по-моему. Но... Кто-то стучит. Эй, там кто-то есть? Я видел вашу машину снаружи. Это закрытая зона, мужик. Убирайся оттуда сейчас же. Я шучу. Шоу только начинается. Что за чертовщина? Так. Ну, пойдем посмотрим. Кассетку. А, подожди, это не тут. Это не та спальня. Вот здесь, по-моему. Так, вот тут был ублюдок. Вот он и сидит здесь. Так, давай посмотрим. Это самая большая из тех, кого я либо делал. Думаю, она может стать одной из моих любимец. Я называю ее старшей сестренкой. Когда они ее видят, они так удивляются, что не могут пошевелиться. Она мое совершенное творение. Я так ей горжусь. Итак, я понял, что на втором часу появляется та кукла, которая была у нас возле трейлера. Плюс еще мелкая будет меня доебывать, я так понимаю. Плюс этот свет как бы любит, не любит. Так, тихо, 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 тихо. Бля. Господи, твою мать. Так, значит, эта кукла. Мы на нее светим. Она, мы поняли, как она работает. А сестренка, которую мы видели, я не успел подойти посмотреть ее близко. А нельзя двигаться, когда она появится. Дверь закрылась. Дверь закрылась сама. Явно не от ветра. Может, я пережду в этой комнате, в большой. Надо контролировать свет. Потому что свет – это проблема. Музыка играет. А я не знаю, кому там нравится музыка или не нравится. Блядь, там свет потух. Пойдем включим быстро на кухне свет. На кухне свет должен включаться где-то здесь. Я ее пока не вижу. То есть, я не знаю, где она появится. Так, это не кухня. Стоп. Бля, какие стрёмные картины. Что-то где-то клацнуло. Главное – не находиться в темноте. Нет. Бля, вон она. Бля, ты не застревай ты, сукин. Бля. Кончалыга, ты меня доведешь, я тебе говорю. Маленькая, сука, но дотошная. Так, давай я тебе фонариком прямо в табло свечу, чтобы ты пропала. Потому что вторая сейчас сестра придет. Я еще не видел ее. Но чувствую, с ней проблемы будут. Давай, исчезай. Спасибо. Так, а где часы? Ой, блядь. Как темно. В какой комнате часы? Don't move. Bixis is here. Так, пока я ее не видел. Я не знаю, где она. Вот часы. Так, сейчас. Тихо, тихо, тихо. Здесь хотя бы рядом выключатель. То есть, один тут. Я не двигаюсь. Мать, я не трогаю ничего, смотри. Какие ко мне вопросы? Сестрюнь. Ой, спасибо. Так, с Бриджит понятно. С этой дурой тоже понятно. Вот в этом, как бы, мы стоим в таком... Я понял, вы решили обе, да, меня задолбать? Все, все, смотри, я ничего не трогаю. Я ничего не трогаю. Но она появляется с характерным звуком. Так, здесь я могу контролировать вот этот выключатель. И прямо слева за стеной второй. Вот только если они за спиной появятся, будет беда. Что это был за звук? Тихо, тихо, тихо. Тихо, нормально. Все работает. Прикольно. Я сначала, когда игру скачал, я не знал, что это типа похоже немножко на Five Nights. Ну, то есть, как бы, надо с каждым часом держаться, держаться, держаться. Там была еще третья кукла. О, бля. Тихо, тихо. Кто-то там лазит, кто-то, сука, шарится, я слышу. Вот. Так, наверное, ко мне, в принципе, скорее всего, никто не подойдет. Не должен... Блядь. Стоило отвлечься, блядь, на секундочку. Так, малая. Вы завершили второй час. Я очень счастлив. К чему лампа горит? Только вчера они покусали ребенка. Честно говоря, мне это не нравится. Он издает странные звуки и гоняется за людьми. К счастью, никто ничего не заподозрил. Хрена, игра сохранена. Кассету будем читать? Run, wax is here. Блядь, от этого придурка бегать надо. Так, ну смотри, в принципе, вокруг стола я могу бегать, наверное. Я не знаю, мы с ним еще дел не имели. Первые две как бы еще нормальные. Их можно дефать, можно нормально жить. Но с третьим ублюдком надо что-то думать. Притом сейчас, на третий час, они тупо решили все вместе, да, появиться. Ебать, вон там кто-то. Опа, опа, бежит! Бежит, ебеночек! Блядь! Иди нахуй! Иди, сука! Иди, уйди, уйди, бля! Бегаем, бегаем, как одиогена! А, все, бля, ну все, ребят, я нашел, я могу вас дефать. Да, досрать тебе на морду, бля! Ты не проблема! И Виктор Попов, или как там его звали, Виктор Петров, для нас тоже теперь не проблема. Вот если вы все втроем появитесь, или хотя бы сестрюня появится вместе с Петровым, тогда мне будет жопа. Вот тогда мне будет жопка! Так. Тихо. Спокойно. Давай быстренько сделаем, чтобы она как-нибудь отсюда пропала. Чтобы все было нормально, я как-нибудь пережил бы эту ночь. Бля, ты что, мочишь, придурок? Опа. О! Так, Витя! Витя, стоять! Витя, мне надо выйти! Дудуд, бля, дудуд! Сам ты дудуд! Бля, не тормози, придурочный! Так, все, Витя ушел. Витя, надо выйти. Так, ладно. Я контролирую... Я не вижу смысла идти в другие комнаты. Я здесь уже знаю этот уголок. Уютный мой уголочек. Тут свет. Там свет. Тут, если появится, я пойму, приму. И даже, может, выживу. Время посмотреть. Дура, только не смей, блядь, сзади появляться, пожалуйста. Сестры давно не был. Так. Чтобы она пропала, надо ближе подойти. Ты охерен... Ты охерен... Бля, я только что слышал Витю Попова. Бля, иди нахуй! Ох, как не вовремя, блядь, ты появился! Дудуд, блядь! Так, какой дудуд! Ох, они оба исчезли. Шик, шик, шик! Сколько там времени осталось? Ну, по идее, уже должно пик-пик быть. Там вроде бы сестра не появлялась. Вот в чем проблема. Проблема в том, что ее не было. Смотри, здесь по правую руку дверей нет. Это мы контролируем. Это мы контролируем. В принципе, мы хорошо устроились. Фух. Да-да-да-да-да, блядь. Попыхай мне тут еще, попыхай давай. Так, вон она. Здесь можно бегать вокруг этой штуки? Бля, можно. Нет! Сын, сын, блядь! Ублюдок! Я ж так держался красиво, молодцом, блядь, падла! Ну, ладно. Моя ошибка была в том, что я зря туда пошел. Нахрена я туда поперся? Ну, ходил бы возле этого стола. Ну, зачем ты туда пошел? Даже если бы Витя прибежал бы сюда, я бы бегал бы вокруг, она бы пока подошла бы, прошло бы сто миллионов лет. И давай попробуем еще раз. Ладно. Это безумно увлекательный геймплей. Пока что. Так, время реально идет или нет? Ну, стоит типа два часа. Ух ты, ёк! Ты что такой резкий-то, Витек? Витюня! А, все, ты исчезаешь. Если он нас настигает, он нас сразу убивает, даже не спрашивает, все нормально у нас там или нет. Волосы охуеть у нее, конечно. Что это был за звук? Сестра? А вот если сестра появится, и Витя бегун, блядь, вот тогда да. Вот тогда, конечно, да. Придется что-то делать. Где он, придурок? Где ты? Давай, давай, Витюнь, давай. Давно не бегали мы с тобой? Давай, родненький, давай. Мечта всех женщин, блин. Опа. Когда она глазки свои откроет, вот тогда будет жопка. Интересно, она считается только там? Ну, типа, или вообще? Или как? Нет, туда выходить не буду, нахуй. Я ж не самоубийца. У нее должны глаза см... Вот. Мы вошли в комнату ее обитания. Она говорит, я позади тебя, блядь. Охуенно. И ахуенно. И встать просто, понимаешь? Аж слюди, блядь, изо рта потекли. Ну как? Если сестра это смотрит, ты же не можешь обернуться, тебе сразу смерть будет. Ну как вы должны это контролировать? Тогда в ту комнату входить нельзя. То есть, получается, просто не входи в ту комнату, и все нормально. Все будет окей. Но, если там потухнет свет, ну, насрать на него, в принципе. Что, мы хомяка того боимся, что ли? Того хомяка тапать не нужно. Так, ждем. Пробуем еще раз. Значит, какой вариант? Тут, получается, как бы рандом. То есть, может появиться мама здесь. Витюня! Побежали! Давай, Витя! Три круга штрафных! Все, Витька пропал. Витька пропал, обещал появиться. Что, плачем? Что, грустим? Где? Все нормально? Где ты, голова? Я понял. Я понял тебя. Я тебя прекрасно понял. Как никто другой, поверь. Я лучше тебя понял, чем все остальные, кто тебя не понял. Так, все, я сижу дальше здесь, в уголочке. Ждем Витю. И ждем появления матери. Может, реально из этой комнаты не уходить? Я могу даже дверь закрыть, кстати. Ну, они их открывают, поэтому для кукол это не проблема. А сидим, ждем. Тут много комнат в домах, но надо такую, где можно было бы пробежаться. Так, слышу Витю. Витя, давай! Первый. Второй, рассчитайся. Второй, тук-тук-тук-тук-тук-тук. Блин, не похоже, чтобы он такие звуки издавал. Так, все, поехали. Витька есть. Теперь появилась дура. Где-то. Не знаю где. Пока сидим, пока ждем. Прикол в том, что она может появиться в той комнате, и пока мы ее, от нее не избавимся, она там и будет продолжать сидеть. Понимаешь? Появится сестра, прибежит Витеня. Так, она похихикала, значит, она где-то здесь. Добрый день. Как ваши дела? Не-не-не-не-не. Бля, Витя! Не вов... Сука, это не вовремя, поц. Бля, Витюня! Витюня, проблема. Витюня. Витюня. Все. Так. От Витю... Витюня, блядь! А, это не Витюня! Ну, ты прикалываешься, что ли? Так, подожди. Я же специально бегал задом, чтобы контролировать Витюню. Бля. Так, они, походу, поняли мою тактику. И мне это не очень нравится. Понимаешь, в чем прикол? Давай откроем дверь, пусть будет. Они не тупые. Куклы не тупые. Они что-то придумали, какие-то замыслы хитроумные такие, понимаешь? И надо думать тоже. Я не буду покидать это место. Вот, она закрыла. Так, хорошо. Может быть, надо... Может быть, надо как-то выучить, но это все рандомно. Вон Витюня бежит за мной. Я бегу от него. Можно в ту комнату перемещаться. В принципе, там тоже нормально. Давай, исчезай, поц. Ду-ду-дух, блядь! И все. Мелкая где-то появилась. Где-то мелкая. Так, надо ее пустить сюда. Давай, вот она. Так, чекаем быстро. Максимально близко к ней подходим. Ждем, пока она пропадет. Понимаешь, ну, у каждого свои приколы, свои какие-то плюшки разные. За всеми надо осторожно. Исчезай, дурында. Сейчас появится сестра или Витька. О, все, побежали. Так, главное, чтобы свет был. Там еще вот этот хомяк есть, бурон-дучковый. С ним тоже осторожно. Так, ждем. Витя бежит. Витя, Витя, давай, первый. Витя, молодец. Ты пробежал первую часть поля. Витя, Витя оббегает поля по кругу. Витя все нравится. Он самый классный любовник среди женщин. Блядь. Умирай. Все, Витя понял. Прикол этой жизни. Витя пропал для достижения своих целей. Сидим, ждем. Значит, теперь надо мелкую контролить. Все, иду, 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 бегу. Иду, бегу. Бегу, иду. Витя бежит буквально 2-3, ну, 3-4 секунды где-то. Витя бегает. Так, давай, я тебя ослепляю. Ослепляю тебя своим фанрюм. Тебе не нравится гулять подождем. Все, бежим отсюда, пока мать не появилась, старшая сестра. Богодельный этой непонятной кукольной. Вот, ждем. Ждем здесь. Мне кажется... О, Витька, Витька, добежишь, Витюнь. Давай, Витюня. Витюня, молодец, Витя! Отли. Блин, не застревай ты в книгах, придурок. Ды-ды-ды-ды-ды, давай, ды-ды-ды. Хорошо. Витя решил, что в этот раз он мог бы справиться, но у него не очень получилось. Ну, конечно, ты вовремя появилась-то. Естественно. Если я буду бежать, то надо бежать в ту комнату, потому что здесь нельзя уже. Все. Ну, она появилась ровно тогда, когда Витя перестал появляться. Все, сейчас мы она вот туда. Дэнс, дэнс, дэнс. In my hands. Или как там пелось, я не помню. В принципе, нам это и не важно. Ну! Тик-ток, тик-ток. Тик-так. Время. Бля, сейчас, наверное, должна появиться таки мать. Ой, Витюнь, блядь, не пугай так, придурок. Где он? Ух ты, Витя, блядь, а еж. Тихо, Витюня. Да какой дудут, блядь. Все, убежали. Появилась подружка или не появилась? Пока не вижу. Так, сильно резко, вот она. Давай быстро подойдем к ней, избавимся от нее. Если что, я буду бежать просто назад, жопой. То есть, я не буду разворачиваться. Мне главное, чтобы сейчас Витя не вышел. С Витей будут проблемы. Давай еще, пожалуйста, время, бля, время. Пицца остывает. Спасибо. Так, сестра не появлялась пока. Вот это меня тоже смущает, как бы, сей факт. Мы долго держимся. Вот эта катка пока самая длинная из этой ночи. У меня, бля, Витюня бежит. Сука, бежит. Глаза, блядь, я увижу везде. Давай, Витя. Блядь, Витя, какой же ты конченый, блядь. Какой же ты ебанатка. Бля, Витя, я аж так надеялся, что у нас все будет хорошо с тобой. Как видно, ебан. Там явно же конец уже был. О, блин. Все, я сейчас последний раз попробую. Если нет, мне надо передохнуть. Я в следующей серии обязательно это добью. Ну как? Так, ну он же бежал по прямой. Я же видел все это. Малин, тут еще прикол в том, что я иногда застреваю в этих долбанных книгах. Понимаешь? И сестра не появлялась. Ну такой хороший был, как бы, расклад событий. Нехорошо. Так, они обе там. А в принципе похуй. А че ты в те разы так не делала? А че ты так не делала? То есть я должен был зайти к тебе в комнату, прежде чем... Какая ты конченая сеструха, блядь. Так. Это Витя? Не, Витю мы услышим. Витя... Витя вот так бегает. С Витей-то понятно. Исчезай, пожалуйста. Исчезните, мадам. Исчезни! Исквернись! Дьявольское отродье! Сейчас, блядь, Витя придет все... О, все нормально. Это Витя, наверное, уже... Так. Сидим тут. Бежит, бежит, уебок. Смотри, бежит. Ты мне такую катку сломал, сука. Я бы там прошел бы уже сто раз. Ох, Витя, блядь. Ну ты паровозик. Дудь, дудь, блядь, дудь, дудь. Давай съебывайся. Все. Ждем. Ой, плохо. Так, пока глаза не красные, можно подвигаться. С этого ракурса мы, в принципе, все видим. Девка где-то появилась, слышишь? Бедна, блядь, бедна. Чего-то в нее надо было бы спрятаться по-хорошему. Хорошо. Давай еще раз. Мне понравилось. Я не знаю, почему я сейчас проникся этими куклами, как будто это мои куклы. Так, ладно. И каждый раз, каждый раз приколы какие-то новые, понимаешь? Каждый раз они что-то придумывают, что-то они там творят. То там появилась, то сестра два раза появилась за катку, то ее вообще не было, то она появилась и не активировалась. То есть здесь как бы такая вариативность. Это круто. То есть это прикольно. Я небольшой фанат вот таких игр, типа там, где на время, Five Nights. Но здесь что-то в этом есть. Понимаешь? Так. Витя вбегает, как в первый раз, блядь. Так, давай. Вот где-то здесь можно еще побегать тоже по кругу. Нормально? Привет. Вот. Не знаю, можно ли светить ей в лицо, в спину. Имеет ли это значение? Давайте не будем лишний раз трындеть. Просто подождем, когда она пропадет. То есть она готова тебя задушить. Это видно. Это чувствуется. Так, ждем Витьку. Это, по-моему, Нина, да? Нина же ее звали. Или как? Или Найн? Найн? Найн. Не, Найн ее точно не звали. Так, ждем. Хорошо. Что-то будет. Бля, я думал, ты уже без звука начал бегать. Бегом, блядь, бегом. Вот я говорю, стопорится он в этих книжках. Все, 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 Витюнь. Остынь. Блятишка. Все нормально. Что за звуки страшные, блядь? Так, мелкая не... Они свет перешили не выключать. Заметили, да? Сколько мы уже играем, а свет из них никто не выключал. Так, я хикнула, значит, где-то появилось. Только не позади, пожалуйста, ладно? Давай не позади. Вот она. Так, проблема есть. Проблема есть. Если Витя сейчас выбежит, там Габелла. Витю законтрить будет тяжело. Сколько? Надо посчитать, сколько она появляется. Секунд 15 точно она стоит, если на нее посветить. Блядь, дверь закрылась. Хуета. Ну, сестра, если появится, тоже не страшно. Так, Витюню слышу. Витюня, давай. Давай, 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 давай. Молодец. Когда-нибудь ты добежишь точно, но не сегодня. А что-то в этот раз он решил всем поверил в себя, блин. В этот раз-то он нормально побегал так. Я два раза вокруг стола пробежал. Так, ждем, ждем, ждем. Нету таймера никакого, поэтому все приходится как бы так вот. Бля, сестра, походу, появилась. Или появится. Или появится. Бля, вот тебя столько не хватало здесь. Ладно, от нее не проблема, в принципе, отмонсить. Главное, чтобы сейчас все было спокойно. Если Витя побежит из дальних комнат, то я, в принципе, успею сбежать. Если Витя выбежит слева, то будет проблема. Так, нормально, пока живем. Пока живем. Там света нет. Где она, блядь? Где она появилась? Витя, Витя, что ты делаешь, Витя? Остановись. Блядь, да не застревай ты в этих ебаных книжках, блядь. Так, все, Витька исчез. Бля, мать, ну как не вовремя-то ебаного. Еще и мелкая пизда появилась. Ну зачем вы все вместе-то появляетесь, блядь? Так, ладно. Ждем, ждем, ждем. Она недолго. Вон, это слева я ее вижу, значит, она не побежит. Вот Витя может побежать. Я тебе говорю, Витя, ему уже терять нечего. Так, с этой надо что-то делать. С этой надо что-то делать. Я, в принципе, могу успеть. Если он побежит из коридора, я успею... Ебать ты не вовремя, гнида, появился. Ебать ты не вовремя появился, сука! Нет, 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 пожалуйста! Витя, съебал. Спасибо. Как будто реально за мной бежали. Так, это исчезло, дурында. Ну, слушайте, ну время же уже вроде как нормально, нет? Сколько еще сидеть-то? Сколько надо еще сидеть? Мы уже столько атак пережили. Уже все, что можно было, блядь. Что ждать? Станцевать, блядь, может еще разок? Ладно, еще раз, Витя может выбежать, я разрешаю. Халлелуя! Халлелуя помазание, блядь! Вы завершили, что я завершил? Что, чайник у кого-то кипит? Бля, или это не чайник? Включи свет! Игра сохранена. Подожди, больше мы чертей не видели в этой игре. Может, я... Там что-то было, какое-то достижение, типа... А-а-а-а! Может, я пройду ее сейчас за залпом, типа... Но мне понравилось. Витя, как говорится, в нашем сердце навсегда. Не надо. Не надо, во мне проснулись первобытные корни, не нужно так делать. Первобытный страх, самый страшный... Самый страшный страх у человека, кстати. Так, что это у нас? Мы нашли его! Мы, наконец-то, нашли храм! У меня есть книга, о которой я мечтал долгие годы. Я не могу описать свое волнение. Я не могу описать свое волнение. Какая прикольная комнатка. Заколоченная вся. Так, подожди, а мне куда? Мне кажется, я здесь когда-то был. Я такое чувство дежавю ловлю. Может, уже не будет никаких кукол? Я, в принципе, всех видел. Так. Ну, игра прикольная. Могу сказать, что мне понравилось. Если это будет финал, это, конечно, грустно. Я бы еще побегал бы. Но когда их будет уже четверо, это будет проблема. Это невероятно. Магия из этой книги может сделать моих марионеток настоящими. Но за это приходится платить. Твои марионетки, я так понимаю, что она, видимо, книжку-то нашла. И все-таки да. Витя. Это, видимо, хозяйка этой книжки. То, что стало. Она отдала свою душу. Но зато куклы стали живыми. Работает, нет? Хозяйка дома, как думаешь, нет? Какая добрая бабушка. Чисто божий одуванчик. Так, здесь еще пара комнат. Или это просто сквозные? Да, сквозные. Ладно, пойдем посмотрим. По кровавым следам, когда идешь, явно до беды дойдешь. Хе-хе-хе-хе. Пока. Пока, ребята. Я буду скучать за вами. Все? А, они меня, как говорится, выпр... Бр-бр-бр-бр-бр-бр. Так, спокойно. Так, здесь уже не выйти. Короче, они, походу, обрадовались тому, что я иду в подвал. Вот только я этому не очень рад. Давай, удачи. Подожди, я если прошел и пережил все эти ночи, они должны были как-то меня, наверное, отпрезентовать. Ну, типа, поздравить с успешно выполненной задачей, что я все сделал. Куклы остались там. А здесь, наверное, они заперли хозяйку. Но мне казалось, что хозяйка там уже померла. И, типа, от нее ничего не осталось. Ну, тут прикольный такой дизайн, левел. Левел дизайн. Вы должны быть благодарны, нам говорят они. Вы должны быть похожи на нас. Тогда вы станете лучше, чем раньше. Мы станем лучше. А леса идет, осторожно. Нифига себе, классное достижение в стиме. А леса идет. А леса нас любит. А леса нас ждет. А леса живет. В каждом мы судеб. А леса придет. Так, тут маленьких туалетов нет. По-моему, это уже не подвал. Это какая-то психлечебница по ходу дела с генератором. Прекрасно. Не пропадем. А вот и та самая страшная книжка, да? Дорогой дневник. Сегодня я осознал кое-что ужасное. Мои марионетки, мои шедевры. Они не настоящие. Они не идеальные. Книга. Эта чертова книга, она обманула меня. Заставила меня думать, что они настоящие. Заставила меня думать, что они идеальные. Но это не так. Они уродливы. Они воняют. И теперь я понимаю, что я больше не я. Книга взяла надо мной верх. Марионетки говорят со мной. Играй с нами, говорят они. Будь как мы. Будь нашим шедевром. Но я не хочу быть одним из них. Мне страшно. Должен быть выход. Что-то упоминалось в книге. Огонь. Я должен его найти. Только тогда я смогу разрушить заклинания. Только тогда я могу быть свободным. Свободной. Скорее всего, речь именно об этом. Потому что Олеса – это женщина, а не мужчина. Но ничего. Спасибо, что хотя бы такой перевод есть. И не приходилось включать свои супернавыки переводчика. Так. Олеса. Can you hear me? Can you talk? Can you strum? Какая тонкая шутка. Так, что-то лагает. Потормози. Тут не надо лагать. Я не понимаю, что оно подфризывает. Но бывает такое. Ну, в принципе, игра идет хорошо. То есть стабильно, без просадочек. На шутах где-то, как говорится, бывает. Так, тут кого-то убили. Я что-то конкретное должен найти, кроме огня? Каждую ночь в моих снах я вижу кукол. Их в глазах смотрят бесчувственно. И круглые двигаются. Они не издают ни звука. Там ничего нет. Там закрыто. То ли у меня фонарик барахлит, то ли хрену не знаю. Как получилось так, что в подвале этого дома оказалась целая больница, целый комплекс? Здесь кто-то помер. Кто-то помер. Так, и что тут у нас? Интересно, с какой игры взята вот эта вот локация? Это чисто с нуля сделали? Или это прямо сделали откуда-то, откуда-то вот взяли и забрали? Я бы не хотел сейчас от кого-то бегать. Я уже, в принципе, набегался. Истор живой? Ёпта, чё жопу-то не прикрыл свою? Ёпта. Эта штука записывает? Чёрт! Эта женщина не в себе. Мы весь день копались в грязи. Она одержима этой книгой. Неважно. Пока они дают мне мои деньги, надеюсь, я смогу вернуться к своей семье без проблем. Походу, ты уже не вернёшься, к сожалению. Боюсь, что вряд ли ты вернёшься. Какой-то храм. Не знаю, увижу ли я этот храм здесь. Но, походу, что-то тут они раскопали. Типа книги Некрономикона. Такое страшное и непонятное. Всякие локации здоровые, пустые, да? Ну, типа, здесь ничего нет. Наверное, это к лучшему. Тут выйти нельзя. Ладно. Да, самое лучшее. Она, конечно же, тупая. Она не поняла, что ты спрятался под кровать, да? Ну да, конечно. Олеса тупая. Не понимает ни хрена. Не, походу, реально тупая. Ну как? Можно не увидеть издалека, что кто-то под кроватью сидит. Ну, блин, ну это что, блюдень. И что, теперь будем прятаться под кроватями? Идем туда, откуда она пришла? А игра сохранена. Хорошо. Ладно. Я побегаю, пожалуй. Батарея фонарика села. Извини, фонарик дальше платный. Дальше продолжение в Телеграм-канале. Ссылка в описании. А может быть где-то есть батарейка? Что это? Камера, нифига себе. Что, будем снимать? Зажмите F, чтобы активировать кам... О! Ну так это другое дело. Привет. Чё ты... Это выход, боже! Наконец-то я выберусь из этого грёбаного места! Сначала нужно включить питание. Найди электрическую комнату и включи питание. Ну, решили мне тут поусложнять, да, жизнь? Немножечко. А как прятаться? Я могу сам прятаться? Или мне надо в заставках это делать? Найди электрическую комнату. Мне бы сначала бы проблем не найти на свою задницу. Так, ладно. Может быть это? Тут просто странная дверь какая-то. О! Шо это? Это можно взять? Так, я могу с Криди, ну, типа, приближаться. Прикольно. А много долгое, но горит. Какие-то... Блин, я думал это батарейка сначала. Я уже как-то обрадовался, хотел забрать. Так, ладно. Не знаю, будет она появляться или нет. Прятаться под кроватью. Смотри, я, типа, присаживаюсь, но он как-то не особо бежит. Нет, нету такого взаимодействия, чтобы он спрятался. О, я сюда не ходил. Тут нельзя. Ладно, сейчас найдем. Мы проходили тысячи хорроров, поэтому для нас найти выход должно быть уже как бы в крови, понимаешь? Тут ничего. Назад бы еще дорогу дойти. Она всегда здесь? А, хиз, он всегда здесь? Голос в моей голове. Я не понимаю просто... А, я вот отсюда начал. Если она появится, куда бежать? Куда спасаться? Электрическая комната. Тут ничего. Опять какая-то хрень. Но он не берет. Тихо, подожди. Нет, лучше так не делать. Лучше так не делать. Значит, мы появились тут. Она появилась здесь. Сейчас мы еще раз вернемся, посмотрим. Шкафчик нихуя, но я не могу прятаться в нем. Закрыто. О! Я, походу, нашел тоже... Бля... Ну, я же говорил, что там эти хрени лежали. Будьте наготове, Олеса здесь. Вы можете спрятаться в шкафчик. Ха! Хорошо, блядь. Охуенно. Бля, найдет. Найдет, идет. Вот она, смотри. Короче, мы пробегали. Мы были в двух местах и видели два предохранителя. А их уж три надо найти. Хорошо, ладно. Не проблема, найдем. Надо понять. Она меня слышит, че не... А, вижу. Так, а где это было? Я же, блин, такой, конечно, координатор. По-моему, где-то мы вот тут шли. Мы прошли вот это дело. Потом я заскочил сюда. Там была какая-то маленькая подсобочка. Я зашел в нее, и там был предохранитель. Ладно, сейчас найдем, не страшно. Это выход. Там еще и были какие-то комнаты, да? Вот, здесь вот. А, после каждого игра сохраняется. Это хорошо. Показалось, как будто кто-то шел. Второй я тоже видел. Второй я тоже видел. Он лежал где-то на стеллаже. Кстати, под эти кровати почему-то прятаться нельзя. Странно. Странно придумано. Ладно, проживем, ничего страшного. Че, первый раз, что ли? Куда я дальше шел? Давай сюда пойдем. Тут тупик. Я прошел, блядь, я ее слышу. Показалось. Ну, в любом случае, у меня там сейф. Поэтому, это немножко дает спокойствие, как бы. Тут закрыто было. Вот тут... А, нет, блядь, не сюда. Так, возвращаемся обратно. Какой-то из этих проемов, по-моему. Блядь! О, ты не можешь прятаться, когда дура это рядом. Я понял тебя. А сейчас можно? Херушки-то плавал. Ой, бля, мне аппелло, сука! Печально. Печально. Но ничего. Мы уже умирали. Не в первый раз, как говорится. Не Иисус, конечно, но воскреснуть придется. Так, хорошо. Идем другим путем, да? Как говорил Александр Македонский, мы пойдем другим путем. А вот наш другой путь. Что это лежит такое? Просто кровь. Где-то был на полочке. Я точно помню. Я пробегал. На полке лежал этот дурацкий предохранитель. Интересно, игра сохраняет после каждого или как-то после каких-то определенно? Тут это было, нет? Тихо-тихо-тихо, спокойно. Он немножко подсвечивается. То есть, как бы его можно увидеть. Ну да. Вернули самое начало. Вот этого чела мы прошли. По-моему, это было прямо где-то здесь. Бля, я ее слышу, она что-то открыла. Хуеси. Привет. Ладно. А что ты такая злая? Я же твоих кукол не трогал. Ну, по факту. Давай будем честны. Я твоих... Блядь. Беги. Пуц. Беги. Я твоих кукол не трогал. Что тебе надо от меня? Бля... Я нашел ключ-карту. Хорошо. Но прикол в том, что, как бы, сохранения нет. Это комната начальника, видимо. Блядь, не надо. Привет. Шо вылупилось? Шо надо? Блядь, она стрёмная пиздец. И что? Типа я присел, и ты меня трогать не будешь? Я не смотрю, я не смотрю. Я не смотрю. Давай я камеру выключу, хочешь? Ну, твои глаза все равно красиво светятся в темноте, поэтому выключай, не выключай. Я могу тебя приблизить, чтобы разглядеть. Так, какие мысли? Мысли нет. С куклами мне нравилось больше взаимодействовать, они были как-то поприкольней. В том плане, ну ладно, хорошо. Хорошо, допустим. Я нашел, если что, еще один предохранитель. Надо раздобыть еще два где-то. Где-то здесь есть еще два. Значит, карточку, когда берешь сейв, не проходит. Вот, то есть это надо иметь в виду. Так, запоминаем, мы идем сразу направо. Сильно не шумим. Вот здесь берем карточку. Просто, чтобы знать. Карточка тут. Если мы найдем предохранитель и сохранимся... А, ну да, получается последний. Блядь, я ее там слышу где-то. Где-то справа. Ладно. Надо найти последний. Надо найти. Тут тысяча, миллион комнат, блядь. Хрен знает, где что лежит. Тут закрыто. Это куда? Это сюда. Нам сюда пока не надо. Хорошо, хотя бы батарейки искать не нужно. Так, может здесь что-то есть? Я, по-моему, в этой комнате не был. Я, кстати, на стеллаже так и не нашел. Стеллаж где-то есть. Фига тут картинки были. Я не был здесь. Прикольно. Такая комнатушка. А как мы так ходили-бродили, что я сюда не попадал даже ни разу? Тут ты хер спрячешься где? Я вот стараюсь особо не бегать, чтобы не привлекать эту дуру. Не знаю, я не вижу тут предохранителя. Хотя место хорошее для него. Честно скажу тебе так по секрету, тут закрыто. Не знаю. В эту часть она вообще наведывается? Опять туалет, блядь. Что, мания какая-то на эти туалеты? Мы не были в этой части ни разу? Свечник. Но он точно где-то здесь. Можно спрятаться. Можно спрятаться. О, привет, мой сладкий, я тебя искал. Спасибо. Найди электрическую комнату и включи питание. Сейчас найдем Несы. Макарочку тоже нашли, если что. Это не та дверь? Блядь, нет. Это не та дверь. Так. Раз сейвы прошли, значит, пора делать отсюда ноги. Я ее тут не видел. То есть, именно в этой локации я ее ни разу... Смотри, мы сейчас просто вернемся той же дорогой, как мы сюда пришли, поэтому... Без балды. Без прикола. То ли мутно как-то стало все, я не знаю. Вот, я тут проходил. Вот больничка. Вот мы в больничном крыле уже. Блядь, это она там ходит? А. Да, она съебала, точно. Ха-ха-ха. Куя себе. Так, главное, чтобы она не развернулась. Та комната где-то рядом здесь была. Спасибо, хотя бы нет какого-то стекла разбросанного. Где-то вот в этих коридорах эта комната, я точно помню. По-моему, вот эта. Нет. Блядь, в каком же это крыле было? Может, вот эта? Так, мы рядом. Мы, получается, должны сейчас пойти налево и вставить все, что мы там вставляли. Стоп, подожди. Блядь, дурная ты дура, блядь. Можно? Можно, 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 можно. Можно, нужно. Меня нету здесь. Меня здесь нет. Меня ты тут не найдешь. Так что даже не старайся. Все. Надо лопа свою. Я просто помню, что когда мы взяли придох, мы повернули направо и сразу вышли куда надо. Сейчас она свалит, и я осмотрюсь в этой локации. Не, пока рано выходить. Она еще где-то там. Она еще где-то здесь. Могу выйти? Могу выйти? Так, комната выхода. Это операционная. Ой, блядь. Так, где-то рядом. Я помню, там такая маленькая комнатушечка. Ты заходишь, и там все видно. Вот это она. Нет, это та же самая. Чуть-чуть пробежим. Это операционная. Это операционная. Вот тут мы нашли придох или нет? Где-то рядом. Так, с моим, конечно, знанием комнат надо очень осторожно ходить тут. Давай отсюда еще раз. Очень плохо видно. Если она где-то там... Так, нет. Пойдем в том крыле поищем. Бля, ну ёпстудэй. Ну, это нехорошо, конечно. Это, конечно, блядь, нехорошо. Я, конечно, спрятался просто идеально. Супер красавчик. Боже, неужели я нашел? Так. Погнали. Все, работает. Еще, может, что-то найти надо сделать. Так, тут можно прятаться. Теперь у нас есть свет. Я все равно, пожалуй, побегаю с камерой. Надо найти выход. Свет-то у нас есть. А выход где? А, выход там. Подожди, а я смогу там обижать? Ну, в принципе, да. В принципе, я должен положить конец этим долбанным кошмарам уже. Бля. Если она сейчас там где-то появится, то у меня жопа. Сейв там не прошел, поэтому я примерно помню. Вот выход. Слава богу. Так, карточка у меня есть, да? Пока, Олеса. Я сбежал. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что я так сделал. Не знаю, сколько уровней на этой больничке, но что-то многовато, по-моему. Смотри, можно выключить. Фонарик-то у меня сел. Поэтому периодически то включаем, то выключаем. Не знаю, а, вот, они начали копать. Видишь, вот эта больница, раскопки. Сейчас мы до этого храма дойдем. Но мы должны были покончить с этим всем. То есть мы должны были сжечь. Это зло. Куда налево, направо. А имеет значение, куда идти. Не знаю, но выглядит прикольно. Такое себе а-ля Индиана Джонс, как бы нормально. Так, что это за жесть тут творится? Ебать, что это за место? Чел, я не знаю. Но мы, напоминаю, доставщик пиццы, и мы нашли кучу бабок. И как-то я уже начинаю сомневаться в том, что тут вижу. Есть огонь. Может, я реально потушить? А мы можем зайти туда на пьедестал? Нет? Я потушу твой чертов огонь, сучка. Получай. Ха-ха-ха-ха. Он пасал на него. Красава. Молодец. Ма- Молодец. А-а-а. У меня плохие новости для тебя. Ку-ку, мой сладкий. Неправильный огонь. Может, не надо было ссать на огонь? Я вот думаю, может, не надо было вообще приезжать на этот заказ, брать эти бабки. Но куклы мне понравились. Куклы были прикольные. Так вот. Походу... Походу, нас жестко поимели в этой игре, я чувствую. Жалко. Мне этот парень уже начал нравиться тем, что как он бесстрашно со всем справлялся. Я уже не знаю, что будет дальше. А может, я куклой стану? Может быть, я реально стану куклой? Еще одной. Все вот эти вот жертвы, это, наверное, тоже были люди когда-то. Миссис Милсон, я тебя люблю. Привет. Вот. Вы закончили игру, и нам дали достижение в Стиме. Называется «Новая кукла». То есть мы... Смерть — это просто другой путь, который мы все должны пройти. Спасибо за игру. Спасибо. Очень хороший, добротный хоррор. Чисто на часочек поиграть. Разнообразный, интересный. И, в принципе, мне понравилось. Надеюсь, что вам тоже. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Увидимся в новых интересных играх. Вы можете писать об них в комментариях под видео. И самые лучшие, естественно, я могу потом обозреть и, собственно, выложить на канал. Все. На этом конец. Спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok